Возрождение человека И крестившись от Иоанна в реке Орданской, идет проповедовать. И вот мы читаем в Евангелии от Иоанна Богослова встречу Спасителя с Никодимом. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Дальше идет все евангельское повествование, потому что Господь уже всем своим евангельской проповедью показывает нам, как возродиться человеку. Что такое, по сути, возродиться? Возродиться – это, то есть, родиться заново. То есть, ты вот родился, но как-то умираешь. И правда, если мы посмотрим на наше телесное рождение, то оно связано уже со грехом, как царь Псалмопейского говорит в 50-м салме в «Агрессе Харадиме Мать и Моя». И человек с самого первого момента своей жизни земной, он своей плотью умирает. Но наша единственная надежда – это возрождение, возрождение духом. Что наша бессмертная душа, она, соединившись с Духом Святым, который, как Господь сказал, мы слышали, дышит, где хочет, она может жить вечно. Человек возрождается благодатью Святого Духа. Мы помним, что Господь, Бог, Троица, творит мир, и Дух носится над волнами. То есть участие Бога Духа Святого в творении мира. Мы помним, как Господь берет и дарует Духа Адаму, взятому от земли, и тоже Духом Святым Адам получает жизнь. Мы вспоминаем, как Господь уже по Своему воскресенье, явившись апостолом, берет и дует на них и говорит «Приимите Духа Святого». И точно так же еще мы вспоминаем слова Иоанна Претечи «Я крещу вас водою, а придет тот, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем». Слово «крестить» по-русски, конечно, уже позднее, и Кирилл и Мефодий, когда изобретали этот термин, они, конечно, использовали слово «крест». Но если мы вспомним «погружать», то есть и человек, собственно, что и знаменует? Крещение. Апостол Павел об этом говорит в своем послании к римлянам, и тот, кто внимательно на своем крещении или на крещении своих детей слушал это послание, то там апостол все объясняет, что мы в крещении умираем со Христом, чтобы и жить с Ним. То есть действительно происходит умирание и возрождение. При этом он в том же послании напоминает, что можно умереть грехом и умереть тогда для жизни вечной. Говорит, нет, умирайте со Христом для греха и будьте живы с Богом. Поэтому возрождение человека означает то, что он уже не живет по делам плоти, которые ведут к греху, не живет интересами тела, но на первое место ставит именно спасение души. Однако своими силами у человека это не получится. Поэтому Господь благодатью Духа Святаго, который действует в таинствах церкви и дает нам возможность через крещение благодатью Святаго Духа, родиться заново для жизни вечной, не входя в утробу матери, чего боялся Никодим, а родиться Духом. А тело остается неважно, во сколько крестился, 80 человек лет, или только новорожденный в реанимации, как батюшки, приходят и крестят. И человек после этого приобщается к благодати Духа Святаго и возрождается еще больше, еще больше благодатных даров получает в таинстве миропомазания. Вспоминаем, как на апостолов в виде огненных языков, как пишет писатель Лука, сходит Дух Святой. Так и на каждого из нас он сходит. И Дух, да, и же везде сы и все исполней. Дух Святой нас животворит. И наша задача через таинство церкви Духом Святым сохранить это возрождение. Потому что это возрождение его можно потерять. Недаром исповедь называют вторым крещением. Потому что человек приходит, кается, да, исповедуйте друг друга согрешение и молитесь друг за друга, да, как нам тоже апостол Иаков в своем послании соборном повествует. И мы через вот это покаяние и молитву снова и снова можем немножко возрождаться. Да, это не будет такое возрождение, как в таинстве крещения. Но, тем не менее, мы возрождаемся снова и снова для жизни вечной, отпав от нее из-за своих грехов. И Господь нас снова и снова принимает, потому что говорит, что пришел призвать не праведников, а грешников на покаяние. Мы видим, что Евангелие дает нам возможность для возрождения. Мы видим, что Дух Святой, Он по-прежнему с нами, что утешитель с нами, что хотя Господь вознесся, все необходимое для возрождения у нас есть. И поэтому мы знаем, что когда наша плоть умрет, а рано или поздно она у всех умрет, и сам Господь наш Иисус Христос тоже плотью умер, умер ради грехов наших, то мы имеем возможность воскреснуть, возродиться уже окончательно, как апостол-евангелист Иоанн Богослов говорит, и будет для одних воскрешение жизни, а других воскрешение суда. И мы, воскреснув, надеюсь, для жизни, будем в жизни пребывать. Если же уже воскрешение наше будет воскрешение суда, то, увы, увы, наше возрождение будет для нас не в радость, потому что это возрождение в очередной раз закончится умиранием. Наша задача – возродиться так, чтобы не отлучаться от Духа Святого. То, что возрождается без Духа Святого, рано или поздно погибает. То, что возрождается и с Духом Святым неотривно пребывает, с Богом в Троице поклоняемым и с Духом Святым, то будет жить вечно.